Столтенберг объявил об отсутствии прогресса в сближении с Москвой. Возвращение Турции поспособствовало снижению цен на туры по России. Чиновники задумались об отмене ограничений в сфере интернет-торговли и в новом комиксе Marvel убили супергероя Халка. Далее подробности. Накануне в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе завершилось заседание Совета России и НАТО. Первым пунктом двустороннего обсуждения стала ситуация на Украине. По итогам заседания глава альянса Ейнс Толтенберг признал, что сторонам удалось обсудить многие полезные вопросы. Однако констатировал отсутствие сближения позиций между НАТО и Москвой, сообщается на официальном сайте альянса. По словам генсека НАТО, у России и альянса по-прежнему есть разногласия по вопросу ситуации на Украине. Однако участники Совета согласились, что все должны работать в направлении урегулирования конфликта на востоке Украины дипломатическими и мирными средствами. Цены на внутрироссийские туры снижаются благодаря продаже пакетных продуктов и запуску чартерных поездов. Об этом сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов в ходе совещания президента Российской Федерации с членами правительства. Предварительные итоги первых летних месяцев туристского сезона 2016 года показали положительную динамику внутрироссийских продуктов и высокий уровень загрузки российских курортов, сказал он. Турция за три дня после отмены запрета на продажу туров стала самым популярным направлением у жителей России. Страна смогла вернуться на место лидера, заняв до 35 процентов оборота турагентств. Минэкономразвитие направило в руководство доклад, в котором предлагается максимально снять ограничения в сфере интернет-торговли, сообщают СМИ. В ведомстве пришли к выводу о том, что максимальный уровень свободы для торговли в сети интернет позитивно отразится на товарообороте и принесет дополнительное отчисление в бюджет, а также даст возможность заявить о себе малым и средним организациям, что в свою очередь увеличит конкуренцию на рынке и понизит цены на товары. Мы исходим из того, что если оборот тех либо иных товаров разрешен, то он должен быть доступен всеми возможными способами, приводит газета слова чиновника. Компания Марвел объявила, что в новом комиксе погибает один из самых узнаваемых персонажей, член команды Мстителей Халк, сообщают иностранные СМИ. Издание комикса, в котором это происходит, выйдет 27 июля. Роль нового альтер-эго Халка примеряет на себя американский подросток корейского происхождения Амадеус Чо, сообщает русская служба BBC. И в завершении выпуска информация о погоде. По данным Гесметио, сегодня в Москве в течение суток ожидается ясная погода. Температура воздуха прогреется до 34 градусов тепла. Ветер южноумеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Ева Северева, служба информации Медиаметрикс. Больше новостей на медиаметрикс.ру. В мире оляжилось. Свежие котировки новостей. Добрый вечер. В эфире программа Мимонот. Мы выходим в неурочное время. Напомню, что обычно Мимонот – это среда в 14 часов. Сегодня в пятницу. Мы выходим в неурочное, хотя гость у нас урочный. И год, кстати, тоже урочный для гостя. Программу сегодня ведет Наталья Фадина и я, Евгений Додолев. А в гостях у нас Александр Толмацкий. Ультовый, я сказал бы, продюсер 90-х, а чем он сейчас занимается в полуурочный год, он расскажет сам. Первый вопрос задает Наташа. Так как Евгений Юрьевич обознал, обозначил тему эфира музыкальные продюсеры в 90-е и сегодня, скажите, в чем разница? Как изменилась сфера и тактика продюсирования? Евгений Додолев. Вообще, мне кажется, кардинально изменилась. Более того, я могу сказать, что сегодня, наверное, и не всем нужны продюсеры. В современном медиамире, в котором мы живем. Из-за интернета? Евгений Додолев. Да, из-за интернета, конечно. В современной структуре продюсер потерял свою актуальность. Ну, не все согласятся. Евгений Додолев. Наверное, да. Безусловно, роль продюсера сейчас такая, как что-то вроде среднее между агентом и консультантом. Я имею в виду в шоу-бизнесе. Либо он должен быть музыкальный продюсер. Вот я же не музыкальный продюсер. Есть музыкальный продюсер, и те, кто сочиняет музыку, пишут ее. Я музыку не пишу, я организатор. То есть есть продюсер, как продюсер-организатор. У нас немножко поменялись эти понятия в российском шоу-бизнесе. А есть некие два направления. Есть музыкальный продюсер, есть продюсер, такой продюсер жизни, скажем так. А продюсер жизни, это я. Продюсер жизни и смерти. Да, это я, да. То есть эта профессия устарела? Она не нужна сегодня? Нет, видоизменилась. Дело в том, что в связи с тем, что прошло с момента начала такой активной моей продюсерской деятельности уже много, 25 лет. Ужас, да? Время летит как. Не знаю, ужас или нет. 25 лет, да. А вообще, если так все посчитать, сколько я в шоу-бизнесе, я где-то годы 76-го, 77-го. Это вообще ужасно. Это 30 лет. У женщин, говорят, опыт. Не возраст, а опыт. Да, мудрость, опыт. Вот в этом опыте, что на сегодняшний момент, понятно, что все свершения впереди еще, самое печальное и самое радостное в продюсерском опыте, это Александр Талмацов. Самое печальное, что… Самое печальное, никто твоих заслуг не помнит. Но какие это заслуги? Скажем так, ну вот, когда ты берешь какого-то начинающего артиста, потом доводишь его до какого-то уровня, сопровождаешь его, он становится суперзвездой, потом вы как-то расходитесь и все, вроде бы уже ничего и не было. Это про Газманова? Ну и про него тоже, да. Это нормальные вещи абсолютно. А Вас это обижает? Ведь Ваше имя так связано с многим количеством скандалов. Да, да нет, меня не обижает, но просто как бы это… Я уже привык к этому. У меня, собственно говоря, и с сыном неожиданная какая-то история вот такая. И не только с артистами. Более того, это не только же у меня. Ну, 100% на всякий случай, вдруг есть такие люди, которые не знают, что Детцл – это «Долманский младший». И здесь такая история вышла. То есть это какая-то, скорее всего, закономерность некая. Это же не только со мной связано, это со многими другими продюсерами, которые работали с теми или иными исполнителями. И в какой-то момент, как птенцы из гнезда – раз, он стал самостоятельный, и все, и дальше никакие продюсеры не нужны, собственно говоря. Но мне кажется, именно Вас обижали больше всего. Обижали. Ну, как это назвать, не знаю. Допустим, тот же Нагана написал про Вас. Слушайте, ну… Песню про шоу-биз. Скорее всего, в тот момент ему надо было как-то самоутвердиться. В рэп-структуре есть такая история – дисс. Они на своих оппонентов, на окружении пишут вот такие диссы, критические какие-то куплеты и прочее. Поэтому в этом ничего страшного нет. Мы тут недавно встретились, руки пожали, пообщались. А вот была премия РУ-ТВ, мы даже селфи сделали совместное. Понимаете, я абсолютно нормально ко всему этому отношусь. Более того, я отношусь нормально абсолютно к любой критике. Меня это не бесит, не пугает. В отличие от артистов, кстати, артисты критику не очень любят. А как Вы к этому пришли? Ну, то есть сейчас активно развит такой, назовем его, институт хейтеров в соцсетях, которые пишут всякие негативные комментарии. Ведь все равно, наверное, Вас тоже это как-то задевало? Меня? Честно говоря, да нет, меня это никогда не задевало. Поначалу раньше не было хейтеров, были журналисты. Были журналисты, которые писали такие неожиданные вещи. Я раньше даже пытался в какой-то момент с ними бороться, а потом понял, что даже любой отрицательный пиар, он все-таки пиар, и он способствует твоей глобальной популяризации. Если ты начинаешь это понимать, ты уже по-другому к этому относишься. То есть, чтобы не говорили, это все плюс. То есть, у меня возникла такая технология на глупый вопрос, глупый ответ и так далее. То есть, ты с годами начинаешь правильно воспринимать и правильно отвечать на любые подобные вещи. А вот Юрий Шмидович Эйзеншпиц бил лицо не криминалистом. Я же говорил, что я тоже, примерно как Юра, бросал через забор, у меня были разные вещи. Кого? Не буду говорить. Филимоново там, я помню. А сейчас нормальные взаимоотношения, все уже в прошлом. И поэтому, вообще, ну, годы, мудрость, по-другому относишься ко всему, с юмором. И вообще сейчас шоу-бизнес поменялся. Сейчас вот эти хейтеры, это и есть шоу-бизнес, собственно говоря. И вот люди, которые мы перед эфиром обсуждали, что такое шоу-бизнес. А сегодня шоу-бизнес – это люди, которые в интернете, вот девочка, которая красит губы, или какая-то семья, которая разворачивает игрушки. И вот миллионы детей и родителей смотрят, как они разворачивают эти игрушки. Вот шоу-бизнес. То есть это уже не музыка, а блогеры. Сегодня шоу-бизнес – это все. А футбол – это такой же шоу-бизнес сегодня, посмотри. Он играть не играет, но зато шоу-бизнес. Поэтому шоу-бизнес стал более обширным, более широким. А вот есть речь, Наташа завела о хейтерах. Я в Фейсбуке когда проанонсировал эфир сегодняшний. Там был такой парень, да. Был какой-то парень, да. И Андрей Комаров, очень известный во времена журналист, у которого музыкальный лифт была, передача такая. Вы это не помните, Наташа? Я нет. Мы помним. Он, да, вот спросил Саша, зачем, собственно, вступать в полемию. Я специально это сделал. То есть иногда я… Что называется? Тролли, да? Тролли. Да. Я иногда специально делаю, пишу резкие высказывания, чтобы вывести человека на ответные какие-то истории. Мне это интересно. А вот Наташа собирается позвать в проект «Мимо нот» Юрия Лазу. Я уже поделилась. Да. Он не хочет. Со зрителями еще не поделились. Вот ваше мнение, Александр. Лаза он тролль. Вот то, что он пишет – это троллинг? Троллинг, конечно. А троллинг? Ну где-то он верит в то, что он говорит. А нет, ну это разные вещи. Да, да. Но он, знаешь, в какой-то момент верит, а теперь это у него перешло в такой троллинг. То есть он понял, что это работает, и теперь он все подряд троллит. Да, про него узнали люди. Конечно. То есть вот мы видим, как меняется шоу-бизнес, понимаешь, да? То есть он весь ушел вот сюда, вот в эти приборы. В гаджеты. В гаджеты, да. А троллинг – это новый инструмент пиара получается? Конечно, конечно. Более того, если раньше надо было нанимать каких-то пиарщиков, которые должны были за тебя что-то делать, то сегодня ни один пиарщик не может тебя пиарить лучше, чем ты сам. И если человек, в принципе, не глупый, талантливый, он абсолютно точно знает, что ему делать в соцсетях. Сегодня различные есть соцсети с различной аудиторией. И, так сказать, есть, например, ВКонтакте, там более молодежная аудитория. Есть Фейсбук – более зрелая аудитория. Есть Инстаграм, где ты просто можешь все подряд фотографировать и снимать. Почему я это перечисляю? Каждая из этих соцсетей имеет определенную направленность. И там немножко разная аудитория. Если ты современный человек, ты хорошо должен понимать, на какую аудиторию тот продукт, который ты хочешь распиарить, рассчитан. Вот и все. Используй ту или иную соцсеть, и все будет в порядке. А что тогда сейчас делает продюсер? Ведь молодой талантливый артист загружает на YouTube видео, собирает лайки, идет на краудфандинг, собирает деньги. На сегодняшний день продюсер, я уже объяснил, продюсер – некий агент плюс консультант. Во-первых, я никогда в жизни не продюсировал людей, которые не сочиняют, не пишут музыку, девочкам, которым надо найти песни, купить их. Вот это я не делал, даже за деньги. – Почему? Деньги продюсер? – Нет. Мне предлагали постоянно, и до сих пор мне звонят, хочу, чтобы девочка пела или мальчик пел. И мне друзья, я их все время отговариваю. А раньше, когда я занимался, начинал с Родиона, потом мой сын, ко мне прямо шли… – С Родиона Газмана? – Да, с Родиона Газмана. И ко мне безостановочно шли родители, у которых поют дети. Я все время пытался их отговорить, объяснял почему. Ну, для этого надо поработать с детьми, чтобы понимать, почему не надо это делать. – А вот о детях. В одном из интервью Вы сказали, что проект «Голос» – это одно большое караоке, а проект «Голос» – дети. – Конечно. Смотрите, проект «Голос» – это реально одно большое караоке. Ну, а что это еще? Караоке. Я считаю, что талантливый человек в шоу-бизнесе должен сам себе писать материал. – Нет на Вас Александра Борисовича Градского, который сейчас Вас бы, мне кажется, порвал. – Да я бы легко с Градским поговорил. Мы с ним регулярно живем друг к другу, мы же соседи, ты знаешь, да? – Я помню, что Вы живете на моей земле. – Мы же все время с ним иногда эту тему обсуждаем. Кстати, он все время говорил, что он стал работать в «Голос», и у него сразу много гастролей появилось. Он говорил, да не надо мне ничего не эфира, я говорю, Саш, тебе нужна программа, я же все время об этом говорил. Теперь он говорит, ну да. – Ну вот Крадский, он же всю жизнь, на самом деле, без продюсера. В те времена, когда не было в соцсетях тех инструментов, про которые мы говорим, он же обходился без продюсера. – Я сейчас вернусь на тему продюсера. – Да. – Продюсер как профессия в России, в России современной, появилась реально в самом конце 80-х, где-то в 89-88-х, когда меня стали называть продюсером. До этого… – То есть в Толмацкого началось продюсерство. – Я, наверное, Юра Азеншпиц, нас можно по пальцам фактически там… – Давайте перечислять по пальцам. – Толмацкий, Азеншпиц. – Азеншпиц. – Алибасов в баре. – А потом Шишенин покойный. – Валера Галдани. – Нет, наверное. Ну то есть вот такой вот контингент, вот те звезды, которые появлялись потом… А, Ласковый Май, Разин Андрей, да. Ну то есть вот как у нас там человек 10 появилось, вот мы были первой вот этой вот волной продюсеров. – Вы друг друга знали изначально? – Нет. Просто в тот момент было… всех артистов можно было на пальцах посчитать. И мы ездили, собирали стадионы, ну грубо говоря, представляешь, вот, допустим, Газманов, да? – Младший? – Про кого говорим? – Старший. – Про Олега. – Да. Ну, младшие стадионы, а старший, ну, к примеру, сегодня, вот человек собрал Олимпийский или там СКК в Питере. Ну, чтоб ты понял, 8 Олимпийских в Москве и 12 СКК в Питере подряд. Это много? Мало? – Ну, видимо, мало было. – 40 тысяч чашка. – 40 тысяч чашка, да. – Не было интернетов, не было альтернативы. – Да, конечно. Я поэтому говорю, что люди ходили, нельзя было посмотреть все это в интернете, по телевизору, люди ходили смотреть концерты. – Совершенно верно. – Другая среда. – Совершенно верно. – Да. А вот берем теперь, что было до. Вообще, как я попал, в принципе, в шоу-бизнес? – Да, как? – Интересная история. Дело в том, что это был такой Саша Забаровский, светорежиссер группы «Машина времени». Мы жили… – Какие годы? – Это был 76-й год, и мы жили в Измайлово, недалеко друг от друга, а Саша шил джинсы, брюки, одежду для всех артистов. И я, как-то я уже не помню, я случайно там с ним познакомился, пришел на концерт «Машина времени», познакомился с ним на концерте, и я к нему ходил в гости, мы что-то беседовали, и я смотрел, как он шьет. И в какой-то момент я подумал, слушай, я же тоже умею шить. Причем я ходил, 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 это было где-то, может, месяца три, я ходил, потом говорю, я умею шить. И я своему товарищу, соседу по дому, говорю, слушай, Саша, тут я решил, что умею шить, машинка мне швейная нужна. Он говорит, у меня есть. Значит, Саша шил брюки по 10 рублей, а я сразу первый шил за 25. Почему? А потом Заваровский, слушай, Саша, я не понимаю, как ты, а у меня вообще-то прям выстроилось за 25. То есть я прям сел, и по памяти я ходил смотрел, и я начал их шить. Вот так я оказался фактически в шоу-бизнесе, потому что, как не смешно, со швейной машинкой оказался. И параллельно, безусловно, мне нравилось, тогда были дискотеки, в дискотеке были такие бобинные магнитофоны, у меня рядом был Дом культуры «Дружба» за театром «Мимики и Жеста», и я там начал вести дискотеки. И вот так я оказался одним из первых, не было дискотеки, были люди, которые организовывают дискотеки. И я вот так потихонечку-потихонечку играл, купил себе барабаны, играл в каких-то группах. Ну то есть… А слух есть, да? У меня слух отличный, у меня нет голоса. Я могу в студии прекрасно свести фонограмму, я все слышу идеально. У меня хорошее чувство ритма, потому что я, в принципе, профессиональный барабанщик. И слава Богу, что я не стал музыкантом. – Почему? – Ну не знаю, не мое это, да. И я иногда могу в какой-то тусовке сесть за ударные. – Это время, у нас программа временно достойная. – Не знаю, что-то случилось, да. – Но можно ответить, что такое мы в прямом периоде. – Это водитель. – Мы послушаем. – Да. И короче говоря, ситуация какая, что я вот так потихонечку-потихонечку начал заниматься организацией этих целей. Тогда не было продюсеров, были организаторы концертов. – Директора, да? – Директора. А я вот продавал эти тикетаны, открыточки. Помнишь, как ты застал это? – Нет. – Это были такие кусочки билетики с печатями. Мы продавали эти тикетаны, концерты организовывали. – А, тикетаны. – Машина времени, високосное лето, удачное приобретение. – А сколько стоил такой билет? – Я уже не помню, клянусь. – Ну, приятный порядок. – Не помню. Вот реально не помню. – Ну, дешевле, чем джинсы. – Ну, конечно, дешевле. Гораздо, да. То есть я был крутым парнем, я зарабатывал колоссальные деньги. У меня пачками лежали эти деньги, я не знал, куда их потратить. Мы все время ходили по всем ресторанам. – Перспективные женишки. – Тогда с тусовкой за 25 рублей можно было шикарно. – В ресторане Пекине. – Вараги, Пекине. – Вараги, Пекине. – Да. – То есть можно было шикарную тусовку организовать. Я только поступил в институт, я фактически не учился, тусовал. Со мной прям целая тусовка ходила. – Про институт, напомните, какой-нибудь. – Институт молочной промышленности. Слава Богу, еще я не работаю. – А в чем такой выбор ты выбрал? – Мама. – Вас оставили? – Ну, нет. Ну, еврейская семья. Первый год не поступил. Я даже работал фрезеровщиком на заводе Маэр, между прочим, целый год, да. – А что вы там делали? – Там отсрочка от армии была. – А, военный кафедр. – Да. И я там сделал первый клише для Лили, Страус, Монтана. Это я делал такие клише, которые им выжигали на коже. – Угу. – Да, весь цех собирался, смотрел, как я фресую, рисую это клише. Все были в шоке прям. То есть там фрезеровщики шестого разряда не понимали, как я это все делаю. – А вот… – То есть у меня какой-то такой талант, такой вот такой был шить вот этим фрезой что-то рисовать. – Вот эта юридическая тема была упомянута. Из стандартных вопросов, которые вот в моем персональном пуле, с антисемитизмом приходилось сталкиваться когда-нибудь в жизни? – Знаешь, мне вот мама говорила, что с антисемитизмом надо написать в паспорте русский. Я написал русский. – Ну, как… – Была же такая поговорка, что бьют не по паспорту по лицу. – Да, да. – Я как бы… – Мама вроде еврейка, папа у меня русский. – Она говорит, напиши русский. Я написал русский. – То есть не приходилось не сталкиваться? – Ну, мне вот… – Нет, не приходилось. – А вот все-таки выбор высшего учебного заведения, альтернатива какая-то была? – Плехановский я пошел сдал, потом что-то мне не понравилось. – А почему не понравилось Плехановский? – Ну, я не помню. Подробности не помню. Я помню, что я что-то пошел, потом я думаю, ладно. И вот я поступил в результате в МТИММП на Волгогранке. – Все-таки, я понял насчет того, что шились джинсы. – Да. – Но все-таки путь в шоу-бизнес. – И я начал заниматься вот этими дискотеками. У меня это очень хорошо получалось. У меня были крупнейшие кругосветные путешествия. Потом это был ДК завода Серпа Молот. В то время это был 82-81 год. У меня было по полторы тысячи человек приходило. Можете себе представить? Ко мне приходили все эти группы. Мы дружили, все приходили. Вот эти дискотеки меня привели. Уже в шоу-бизнес, в котором я оказался. И уже как бы где-то это был конец 80-х, где-то 88-й год, я познакомился с Чернавским. Были два рекорда. Один Лисовского, один Чернавского. И как раз я вот пришел к Чернавскому заниматься вот этими. Стало уже модным это направление. Но это бывает. Стало модным вот это направление. И я работал руководителем дискотек в рекорде Чернавского. И там оказались Крылов, Ласковый май. Там я познакомился с Газмановым. И вот начиная с Газманова, я думаю, дай-ка, что-то мы с ним поговорили. Он говорит, вот мне тут директор нужен. У меня вот песню написала «Люси». То есть тогда никто не знал, кто такой. «Люси». Я говорю, слушай, отлично, давай попробуем. Мы начинаем с 50 рублей гонорары. – Это за песню? – Ну, за выступление. – За выступление. – Да. И вот так вот потом в какой-то момент стали понимать, что тяжело. Когда Родион был достаточно, он такой прям гениальный был ребенок. Он очень умный был, начитанный. Начинался концерт, мы искали, где Родион сидел. Он мог сидеть там за кулисами, читать книжку. Перед у него отбирали книжку. И вот на сцену он выступал. И очень вот этот момент, когда все подходят, гладят по голове, говорят, ты гениальный. Это плохо влияет. – Я думаю. – Да, и Олег, надо ему дать, должен вовремя это. – Понял. – Понял. И все, он говорит, давай, Саша, все, что угодно. Вот я готов на все, там, давай только вот как-то. – А дети, которых отправляют на голос дети? – Родители этого не понимают. Их ждет кого-то. – Детей, да. – Ну, все зависит от родителей, понимаете. Родители не понимают, что это очень серьезная нагрузка. Если вдруг ребенок становится популярным, тут очень прям весы такие, прям равноценные. Он может как превратиться, прям может в ублюдка превратиться, а может в гениальным, прям вот очень правильным, хорошим парнем. Но вот это настолько вот это вот… – Не зависит от них, по сути? – Зависит от родителей. – От родителей? – Да, от родителей, как поведут себя родители с этой славой их ребенка. Если они начнут серьезно ее эксплуатировать, это приведет к плохому результату. Если они способны остановиться в какой-то момент и объяснить, что надо все-таки учиться, а не только на сцене находиться. – Ну, старший же сын пошел, шоу-пизнес. – Со старшим сыном у меня, да, со старшим сыном совершенно другая история. Он учился, он у меня учился в Швейцарии, там я понял, что образование полная фигня. Мы его тут забрали и он что-то делал. Это вообще случайная история, я не собирался из нее делать, собственно говоря, звезду. И он стал уже популярным более-менее, он не совсем маленький был, по-моему, 14 лет было, что ли. И это было случайно, просто я для прикола снял клип, позвонил Боре Зосе, говорю, Борь, день рождения, покажи пару раз. Он говорит, ну хорошо, проходит неделю. – День рождения чей? – Кирилла, да. Он мне через неделю звонит, говорит, слушай, тут какая-то штука такая приезжает, забирает, два мешка писем у меня таких. – Еще бумажных, да? – Да, бумажных, там не было ничего. – А поклонниц письма были? – Со всей страны. Два мешка вот таких вот писем, говорит, он у тебя теперь звезда. И вот тут я понял, что, наверное, надо это как-то продолжить. В общем, случайная была история. Он реально стал культовым, и до сих пор он такой, начиная от такого до такого. – В барах еще играет. – Да, прям реально так случилось. То есть не так много вот таких брендов с того периода. – До того периода живых остались, да. Кого узнают, его будут всегда узнавать, на улице и везде. – А младшие пойдут в шоу-бизнес? – Младшие нет, скорее всего. – Почему? – Ну… – Отец не пустит. – Нет, если они захотят, они, может, и пойдут. Но у меня сейчас жена, она серьезно относится, нынешняя моя, она очень серьезно относится к образованию, а Федя у нас такой, он сейчас поступал в пятый класс, он сдавал в самые лучшие школы экзамены, он в пять школ сдавал экзамены, поступил в одну очень хорошую школу государственную, не платную, математикой занимался. То есть он, мы считаем, что сначала образование, а потом вот захочет он… – Образование тоже в Швейцарии? – Нет, нет, в России. – Почему? – Однозначно скажут только в России и только на глазах у родителей. Потому что, как только ты ребенка отправляешь куда-то, это уже не твой ребенок. Он самостоятельный, наверное, да, но потеря семьи полная, потеря контакта. Вот, наверное, это следствие того, что у нас произошло там с Кириллом, это вот… – Разрыв. – Разрыв, да, происходит разрыв семьи. А я сейчас, ну, уже другой возраст, другое отношение к детям. Дочка у меня занимается там, она и гимнастикой занимается, тоже умненькая, учится в школе. – Да, я вижу. – Анька очень серьезно там занимается детьми. – Супруга. – Да, занимается детьми, и я не понимаю, кем они станут, потому что мир меняется, и что произойдет через десять лет, вообще никто не знает, и предположить мы не можем. Какие профессии будут востребованы, и вообще, что будет через десять лет. Потому что чем дальше, тем быстрее происходят вот эти все технологические перемены, и не знаю, кем они станут. Захотят эти в шоу-бизнес? Ну, пойдут в шоу-бизнес, я помогу, конечно. – Я думаю, надеюсь. – Да. – Не захотят, слава богу, не захотят, значит, будут приобретать другие профессии. – А вот я не могла не заметить, что в ленте своей в Фейсбуке вы часто постите видео талантливых детей, как они танцуют. Вы ищите новые проекты? – Нет, мне просто нравится. Я иногда делаю какие-то перепосты от того, что мне нравится. Если я вижу, что это действительно талантливо и хорошо сделано, почему бы это не отпустить? Мне это нравится. То есть, это такая моя страница, где я делаю перепосты того, что мне нравится или чем я увлечен, чем я занимаюсь. То есть, если я занимаюсь в данный момент каким-то бизнесом, я там клубные, рестораны, бизнес-артисты периодически, я кому-то помогаю, занимаюсь, я это все использую для продвижения того… – Артисты, которыми вы занимаетесь, они должны вам нравиться? – Сто процентов, да. Я не могу себе позволить и не могу заниматься тем, что мне не нравится. Прямо однозначно абсолютно. Мне должна нравиться эта музыка, то, как они ее преподносят. Мне очень важно текст, мне очень важно самомузыкальная составляющая. Я не могу заниматься тем, что мне не нравится. Могу себе позволить, во-первых. – А что вам нравится из современного, отечественного? Музыки. Что вы можете слушать в машине? – В машине я вообще ничего слушать не могу. Я вообще музыку, мы беседовали, я вообще не могу слушать просто вот так музыку. – Интересно. – У меня профессиональная история. Я так устал от музыки, от шоу-бизнеса, от музыки. Потом вот эта многолетняя клубная история, где до 6 утра музыка бахает безостановочно. Я разговорного жанра радиостанции слушаю, либо в тишине вообще еду в машине. Я смогу просматривать, то есть я лучше просмотрю ленту. – Ну, когда с водителями есть такая возможность. – Да, я смотрю ленту. Я даже когда без водителя, ловлю по сей время себя на мысли, что в пробке раз, остановился, ленту прокрутил. – Не логично. – Да, это вообще ужасная вещь на самом деле. Я ловлю каждую минуту, чтобы посмотреть в ленту. Я между Инстаграмом, Фейсбуком, и думаю не только я. Какой-то вообще наркотик, какой-то наркотик. Поэтому музыку не люблю слушать. Но когда я кем-то занимаюсь, я очень внимательно слушаю материал, приезжаю на запись, корректирую что-то, говорю что-то мне нравится, не нравится. Мы находимся в постоянном диалоге. А что касается, когда я занимаюсь ресторанной, клубной историей, когда у меня работают диджей, вот к этому я совсем очень внимательно отношусь. Если я слышу диджей играть что-то не то, я… – Что-то не что-то не то. – Мне не нравится, когда я сижу за столом, мне дискомфортно, мне не нравится ритм, мне не нравится настроение. – То есть это вкусовщина? – 100% вкусовщина, да. Но моя вкусовщина, она правильна для моего бизнеса. И я могу сразу сказать – до свидания. Больше диджея я никогда не увижу у себя рядом с собой. Потому что я считаю, что музыкальное оформление для подобных, для клуба, для кафе, для ресторана – это очень важная составляющая. Человек не может прийти и сидеть в дискомфорте. Музыка не должна мешать, допустим, в ресторане. А в клубе музыка должна быть такая, что под нее можно было хорошо танцевать. Там есть критерии, есть игру «Го-го, танцовщица, танцевать». Он спрашивает – можешь? – А она говорит – могу. Отлично. Не можешь – все, до свидания. Понимаешь, да? Под эту музыку. То есть у нас сегодня все диджеи, собственно говоря, вся страна – диджеи. Поэтому… – Фотографы. – Да. Все фотографы и диджеи. Кто не фотограф и диджеи, тот таксист. – А клубная жизнь, о которой мы говорим. Ведь недавно только ленивый журналист не написал «Некролог» московской ночной жизни. Вы как считаете? Она умерла? – Она не умерла. Она немножко переродилась. Если раньше это были ночные клубы, куда приходили все, веселились, выпивали, закусывали, танцевали, то сегодня что происходит? Сегодня все перешли в маленькие форматы, в такие рестораны, которые по выходным превращаются в такие мини-клубы. Начинает играть музычка, можно потанцевать у стола, закусить, выпить. И никуда далеко не ехать дальше. Поэтому что происходит? Почему умерли клубы? Вот все люди пришли в ресторан вечером, выпили, потанцевали, закусили, потом идут куда? Пошли в клуб. А в клуб они для чего идут? – Потанцевать? – Познакомиться. Они даже особенно там не танцуют. Они помялись, посмотрели, познакомились и уехали. И в клубе экономика рухнула. А клубы у нас вместо того, чтобы конкурировать между собой правильно, они делают бесплатный вход. Это вообще глупость. Человек не заплатил ничего, зашел, посмотрел, ушел. Если он что-то заплатит за вход, он как-то там останется. Поэтому в свое время я еще с покойным Лешей Горобием на эту тему спорил. И говорил, Леш, у меня были всегда платные входы. У него был бесплатный вход. У меня люди оставались и все. А у него была немножко другая стратегия. Я всем говорил, ребят, давайте сделаем какой-то на профсоюз платный вход. Какая-то должна быть экономика. Ведь надо же делать красивые программы. Потому что рано или поздно это приведет к развалу клубной индустрии. Вот она сейчас немножко разваливается. Сейчас немножко это переродилось. Крупные залы собирают известные какие-то там диджеи, звезды. Такой клубно-концертный формат получается. А клубов, как клубов ночных, которые работают каждые там уикенды, их практически нет таких. То есть в смерти клубов виноваты сами? Нет, смерти нет. Это перерождение. Перерождение. К этому вернется все. Сейчас люди немножко отдохнут от ночных клубов. Я даю 2-3 года еще. Я думаю, 2-3 года и вернется вот эта вся клубная индустрия. Ну, мы же… Надоест нам быть вездано. Мы же ничего не изобретаем. Мы движемся по той схеме, по которой все это работает за рубежом. Но сегодня это так. Более того, сегодня мы живем в такое время, когда раньше все зарабатывали. Сейчас кризис все-таки в стране. И когда заходишь в ресторан, смотришь, там очень много людей сидит. Это не значит, что этот ресторан 100% прибыльный и успешный. Может быть, все совершенно наоборот. Поэтому все меняется. Но не умерло. Нет, не умерло. Просто все же идет такими волнами. Сейчас же, знаете, собирают колоссальные концерты. Ретро, дискотека 80-х. Кто бы мог подумать? В какой-то момент эти люди не имели вообще никакой работы. А сейчас люди начали ностальгировать, и пошла опять волна. Да, но при этом ведь очень многие невостребованные. Недавно был сюжет с Осиным. Кстати, наш сосед Кельми Криско. Ты знаешь, они невостребованные. Ты знаешь, эта невостребованность… Ты посмотри, ты взял двух людей. Чем-то похоже? Да. Похоже тем, что они, в общем-то… Алкоголизм. Да. К сожалению. Любой человек может превратиться в бомжа. Может превратиться в абсолютно невостребованного персонажа. Если он сам к этому идет. Может люди пьют от невостребованности? А не то, что они невостребованные, потому что пьют, что здесь… Ты знаешь, не надо пить от невостребованности. Надо пытаться стать опять востребованным, а не заливать свою невостребованность алкоголем. Я так считаю. То есть, да, человек… Значит, такой вот слабенький оказался персонаж. Хотя вот… Крис, это сколько лет? Я знаю. Я даже… Да. Тридцать там. То есть, понимаешь, у Женька Осина тоже непонятно, что бы с ним произошло. Вот я и спрашиваю… Ну, это берешь прямо вот таких… Есть, да, такие есть персонажи. А есть люди, которые… Вот он сегодня невостребован, но он стремится стать востребованным, что-то для этого делает. Любой человек должен что-то для этого делать, чтобы опять быть востребованным. Это никак не связано с… Я думаю, это вот прям конкретно персонажа. Ты прям назвал абсолютно похожих двух людей. Ну да. А что сегодня у вас требовано? Как им переродиться? Им? Не знаю, как. Ну, вообще… Для начала надо бросить пить вот этим дворим. Ну, какой-то рецепт успеха. Вот, например, вы активно занимались хип-хопом. Какой-то рецепт, как стать классным хип-хоп артистом. Надо много читать вообще для того, чтобы писать правильные тексты. Для начала надо читать много для тех ребят… То есть практика. Практика. А вверх надо читать много литературки правильной. А какая это правильная? То есть они должны выбрать тему, выбрать литературу. А просто вот складывать слова и буквы – это ничего не получится. Это, как говорят, уличная культура. Она уличная, поскольку она уличная. То есть все талантливые ребята, которые реально там, начиная от басты, касты и прочее-прочее, если вы внимательно послушаете, там интересные тексты у всех. Либо там юмор, либо история. То есть просто складывать рифмы в хип-хопе бессмысленно. Текст должен что-то нести. Должна быть проблема? Либо описание проблемы. То есть вообще, я считаю, успех хита – это либо когда все слушают и плачут, либо когда все слушают и смеются. Вот как? Это рецепт хита, вот такой, да. Либо вы слушаете и плачете, переживаете, либо вы слушаете и смеетесь. Либо вы веселитесь. Вы должны сопереживать. Текст, который вы слышите, вы должны сопереживать. Тогда это уже успех. Ну, смотрите, ведь в хип-хоп, таких рэп-песнях, не знаю, как правильно назвать, в основном идет тема наркотиков, тяжелой судьбы. Это и есть такая группа-центр, да. «Не учи меня жить, мне 11». Смотрите. «Не учи меня жить». Хорошая история. Пятерка. Нет. Ты понимаешь, если ты правильно вот эти вот «Не учи меня жить, мне 11», и там дальше есть какая-то история, почему «Не учи меня жить в 11», то тогда это хорошо. Я поэтому еще раз говорю. Тут вопрос, какими словами ты это доносишь до аудитории. Вот и все. Есть люди, которые умудряются о наркотиках так талантливо, что все их слушают. Я против этого, да. Вот мне не нравится группа-центр, потому что там сплошной наркотик. Но мне прикольно слушать, да мне того же Шнура очень прикольно слушать, хоть не рэп. Про лабутены и мат мне нравится. Я считаю, что это язык такой современный. Но существует такой тезис, что только исключительно на ненормативной лексике рвануешь. Как это отношение к этому тезису. Я расскажу такую историю. Насчет Шнура. Когда был Медиастар, у меня была такая фирма, была у меня группа такая «Граундбит», там была солистка Валя Атаханова. Она говорит, слушай, у меня в Питере есть парень такой, я привезу фонограмму. Она привозит фонограмму. Сейчас расскажу. Приносит фонограмму. Я ставлю, а там такая попса клевая, с классными текстами. Я говорю, пусть приезжает, давай поговорим. Я говорю, давай мы контракт. А там была какая-то история, что он говорит, нет, у меня еще альбом есть, еще другой я пишу. И Валя мне приносит еще кассету, я так ставлю, а там все матом. Я говорю, слушай, а это был год девяносто, может, восьмой. Я не помню, где это был. Девяносто девятый, девяносто восьмой, может, еще раньше. А этот парень был такого попсового вида, он не был таким, как сейчас. Мы его знаем, да. Я говорю, это клевая вообще, увойная. Приносит фонограмму. А там все матом. А вот у меня проект «Ленинград» называется. Я говорю, ну я с этим сделать ничего не смогу. На радио не возьмут. Я не знаю, как это раскручивать. Я говорю, я не знаю, как это раскручивать. Так я просорвал «Ленинград». Называется история, да. И он пошел… Человека не сработало. Продюсерская. Да. Я просто испугался этого. У нас так все было хорошо. А студия Галла, по-моему, была студия Галла. Они его взяли. И вот у него пошел этот проект. Но у него и попсовый был шикарный, кстати. Прям шикарный. Открытие для меня. Вот такая вот история была, да. Вы жалели потом? Кусалюбов. Да нет. Слушай, много чего я там в свое время помню. Я не занимался, они, конечно, ансоном мне принесли. Говорят, вот там Стасом. Я сказал, что вот это вот супер хит. Да ладно? Стас Михайлов? Если я сейчас все перечислить, кого я… Кого я расширал? Да. Как бы да. И я говорю, это вот отлично все. Но это не мое. Я не знаю, что с этим. Понимаешь, да? Как бы есть вещи, которые я понимаю и знаю. Вот, допустим, хип-хоп, я его знаю. Я вырос с этим. Я первый начал одним из первых там в конце 70-х, начали в 80-х, начал брейк-данс стационар. Я был одним из первых, у кого дома появился видеомагнитофон. И мне такую кассету принесли. Какую-то… Вы знаете? Это был еще… Это был еще… Битамакс была еще. Ага. Я прям так поставил. А там клипы тогда только появились первые. И каких-то три черных парня в такой лунной походке шли там по улице. Я думаю, вот это я хочу так же. Я стал заниматься брейк-дансом. Понимаешь? И я… У меня хип-хоп там где-то внутри. И поэтому я впоследствии стал заниматься фактически тем, кто организовал все это движение. После меня хип-хоп стал хип-хопом таким, каким он есть сегодня. В России. В России. Конечно. Мы сейчас говорим о России. Да. То есть я этому уделил больше времени и энергии, чем любые другие продюсеры в тот момент. Не более того. Наташа, три минуты у нас до конца эфира осталось. Если есть какой-то важный вопрос, который Вы не задали. Важный вопрос. Вот знаете, что меня очень интересует музыка. Интересно, она все-таки откладывает такой некий отпечаток на нас внешне даже. Вот Вас никак не назвать человеком, который так увлекается хип-хопом. Может, это мои предрассудки. Ну а почему именно хип-хоп Вас так заинтересовал? Ну я же… Только что я… И я имею в виду… Да, я как бы сейчас это ответил. Это некое стечение обстоятельств. Вот это вот… Я беру эту кассету, вставляю в магнитофон, включаю и вижу, как они там идут, вот этой луной походу. Но с тех пор я подсел. И это как первая любовь. Ну какая-то… Да, наверное, да. Наверное, вот это все-таки. И почему-то меня это так захватило. Потом у меня была пауза, а потом я опять к этому вернулся. И… Ну я сам уже был… Мне уже тогда было, когда я начал опять этим заниматься, уже за тридцать. И… Как бы… И мне захотелось вот это все организовать, сделать. И я это сделал. А лунную походку практикуете до сих пор. Я легко могу это сделать. Могу даже так. Да. Я… Вы знаете, я иногда там… Мы не пиваем, а если там тусовки не пиваем, я показываю детям, как, может, надо танцевать брейк-данс. А тусовка? Какая тусовка у Толмацкого? С кем общается сейчас Толмацкий? Есть ли люди, которые… Аркадий Купник. Вот с Аркаши… Знаешь, как-то не странно, да? Я еще знаю Аркашу, когда он не был Аркашей. Он был таким очень модным парнем. У нас был общий такой приятель. Сережа Дубанов его знает практически. Все там начинают… Слышал, да, Сережа? Конечно. Он умер. Диабет у него был. Мы все собирались у него там на Преображенке. И вот оттуда Крис. Пельмин. Да, там все. Сукачёга и Криски. Ну, это там много. Вся вся тусовка «Машина времени». То есть Сережа Дубанов, да. Она как бы нас всех связала в свое время. Но вот больше всего я общаюсь с Аркаши Купником почему-то. Он был испытателем моих всяких разных вещей. Я в какой-то момент с джинсами перешел на пуховые куртки. Первую пуховую куртку купил у меня Аркаша. И он как снял эту куртку, он оказался весь в пуху. То есть много смешных интересных историй. Ну, вот из того времени Аркаша у меня все время. Я со всеми по чуть-чуть общаюсь, но Аркаша рядом, да. Ну, что ж, я так понимаю, что мы нашли с подачи Толматского очередную кандидатуру в программу «Мимонод». И не одну. Да, но я думаю, что Аркадия мы рано или поздно позовем. Он сейчас, кстати, приедет. Он фестиваль делает, шикарный джазовый фестиваль делает в рейде. В курсе, да? Не в курсе, но мы будем в курсе, об этом поговорим. Благодарим нашего гостя за эфир. Следующий выпуск программы «Мимонод» будет в среду. Его проведет Наталья уже без меня. И у нас в гостях будет культовый фотограф Михаил Королёв. О, Миша шикарный фотограф. Миша шикарный фотограф. Шикарный. И в следующую среду в 14 часов. Я вам сейчас потом покажу фоточки, какие он делал. Сейчас мы посмотрим фоточки с нашими слушателями, зрителями. Мы прощаемся. Большое спасибо, что были с нами. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова